Сессия новая, лозунги старые. Нардепы торжественно открыли восьмую сессию и также торжественно наметили планы на предстоящие полгода. В который раз грозят закрыть кадровые дыры, правда предыдущие полгода они это тоже обещали. Что изменилось сейчас и за что сегодня голосовали об этом далее? Гимн в исполнении хора, министры в качестве приглашенных гостей, недокладчиков и иностранных гостей. В парламенте сегодня торжественно открыли восьмую сессию. Я уверен, что все мы полны энергии и сил. Я уверен, что мы сможем отставить любые политические противостояния. А политические противостояния явно будут. Не успели Нардепы дойти до зала, как в куларах уже поспорили о кадрах и предстоящем назначении новых членов ЦИК. Мы подавали две кандидатуры, у нас есть официальный лист, но то, что нам предлагается сегодня дать одну кандидатуру, мы считаем, что это порушение наших прав. Мы считаем, что ЦВК должен формироваться по квотному принципу так же, как это было всегда. Мы считаем, что таким подходом президент узурпует владу и пытается сделать себе керованую большинство ЦВК. Мы категорично против этого, и поэтому мы будем наполягать, чтобы наша фракция была две кандидатуры. Насколько я понимаю, не было остаточной визначено кандидатурой. Насколько я понимаю эту информацию. Потому что все, кто написал, вы же понимаете, такая процедура официально администрации президента на президента Украины направляется лист от фракции. Очевидно, такого листа нет, если не было подания. Нагадаю, никаких проблем нет на сегодня, что это 15-й, и это будет представитель Габблок. Мне бы хотелось, чтобы игры сейчас ЦВК не завершились тем, что они проголосовали за отдельных членов ЦВК. Но если вопрос назначения членов ЦИК откладывается минимум на 20 дней, то кандидатуру главы Нацбанка могут утвердить уже на следующей неделе. Мы требуем не просто призначения главы Национального банка, а радикальной изменения грошово-кредитной политики, для того, чтобы национальный бизнес отримал дешевые и долгие кредиты, чтобы были деньги в экономике. Ранее, чем в конце месяца, вопрос о главе Национального банка Украины не будет возникнуть в Верховной Раде Украины. Сегодня Смолия запустили по всем фракциям на обговорение. Кто-то его за что-то проверяет, кто-то за что-то его щупает. Но, как на мой взгляд, мы должны создать такие условия, чтобы вопрос призвищ и вопрос персоналей было какомога минимальнее. Очевидно, спорить будут нардепы и об антикоррупционном суде, законопроекта которым они не могут внести до сих пор. Но вопрос об антикоррупционном суде в Раде так и не подняли. И вместо этого в повестке дня череда постановлений. Первым делом от оппозиции она требует отменить голосование за закон о реинтеграции Донбасса. Аргументы – нарушение регламента. Поревняющая таблица. Есть четкая норма закону, что она должна быть надана народным депутатам Украины за 10 дней до часа расследования этого законопроекта в другом читании. Что мы видим? Поревняющая таблица на 12 сентября была отсутствующая. И появилась в вечере, то есть за 4 дня до начала расследования этого вопроса. Кроме того, говорят в оппоблоке, уже после голосования появилась резолюция ПАСЭ с рекомендациями к закону. Одним из пунктов этого постановления, этой резолюции парламентской ассамблеи является то, чтобы так называемый закон о деоккупации привести в соответствие с минскими соглашениями. По сути своей этот закон не решает проблемы мира. Он решает только так, как заморозить войну, как заморозить конфликт. Мы голосовали против этого закона и считаем этот закон явным, прямым нарушением минских соглашений. А минские соглашения призваны всем миром. В итоге голосование не помогло. Постановление не набрало голосов и теперь у спикера появилось формальное право подписать документ о реинтеграции Донбасса. Вслед за этим стали рассматривать другой проект постановления. Нардепы обратились к президенту Польши с призывом не подписывать принятый сеймом закон об институте национальной памяти или, как его называют, антибандеровский закон. Верховная Рада Украины категорично не сприймает и откидает политику подвижных стандартов и навязывания идеи коллективной ответственности украинского народа, а также попытки польской стороны сравнивать действия всех борцов за независимость Украины к злочинам в двух тоталитарных режимах 20-го столетия – нацистского и коммунистического. Польские депутаты сделали очередной шаг в сторону политизации истории. Складается впечатление, что польские парламентарии на государственном уровне занимаются антиукраинской политикой, что имеет своим следом шовинистическую риторику, физические напады на украинцев, руйнувание и поплюшение украинских памятников на могилах Польши. Понад миллион украинских трудовых мигрантов, которые сейчас работают на территории Республики Польша, они сейчас в связи с этими законами є ограниченными. Є ограниченными свободой их слова и свободной обменой думкой. Эта заявка однозначно их посилит. Проблемы с Польской Республикой, мы имеем проблемы с Угорщиной, мы имеем достаточно серьезные соперники с Румунией. То есть, если послушать нашу владу, то мы живем в сутильном окружении врагов. Эта заявка – это продолжение абсолютно недолуга внешней и внутренней политики. После жарких споров и нескольких попыток документ все же приняли. Екатерина Лысенко, Елена Зорина, Владимир Самченко, Евгений Пахальчук. Подробности – телеканал Интер.